В тяжелом машиностроении многие детали изготавливаются из крупных стальных отливок. Это лопасти колес турбин, корпуса насосов атомных электростанций и другие детали. Плавка стали для крупных отливок производится в основных мартеновских печах емкостью 100-130 тонн. Разберем процесс выплавки стали 25 ГЛ в такой печи. Одновременно с выпуском плавки производится заправка печи. На поврежденные участки откосов и задней стенки забрасываются порции магнетитового порошка. Начинается завалка шифты. В печь последовательно заваливают печи продолжалось 2 часа. Через 2 часа после этого большая часть шифты расплавилась. После окончания расплавления отбирается проба на химический анализ. Чем больше содержание углерода в стали, тем крупнее искры и тем сильнее они разрываются в полете. Визуальная оценка мастера 0,7% углерода. При плавлении окна содержание фосфора снизилось до 0,02%. В печь загружают новые порции руды и извести. При повышении температуры начинается энергичное кипение ванны. Происходит перемешивание металла. Температура ванны выравнивается. В зарождающиеся пузырьки окиси углерода диффундируют водород и азот. Неметаллические включения частично выносятся в шлак. После прекращения подачи руды содержание закиси железа в шлаке и в металле начинает уменьшаться. Усиливается процесс обессеривания. При снижении содержания углерода до 0,1% ванну раскисляют углеродистым феромарганцем. Содержание углерода и марганца доведено до заданного. Температура ванны достигла 1640 градусов. Перед выпуском плавки подготавливают раскислители ферросилиций и алюминий. Подручный столевар разделывает стали выпускное отверстие. При выпуске плавки производится окончательное раскисление. На желоб задается ферросилиций, в ковш чушки алюминия. Сталь для отливок в сравнении со сталью для слитков раскисляют большим количеством алюминия. Для предотвращения намораживания шлака на стопор на шлак задают молотый. Отделение литейного цеха имеет два пролета печной и шихтовый. В шихтовом пролете складируется стальной лом, передельный чугун, известняк и другие материалы. В печном пролете установлены электропечи различной емкости, пламенная печь для прокалки добавок, вводимых в жидкую ванну, закрома для ферросплавов, флюсов, заправочных материалов, а также участок набора сводов и ремонта ковшей с жидким стеклом. При установке свода нож свода входит в песчаный затвор. После накрытия свода кладку сушат дровами, затем коксом. Набивную падину спекают, включая электрические дуги. Стойкость падины несколько тысяч плавок. Первая плавка после кладки новой футеровки промывочная. Разливается в слитки из углеродистой стали для малоответственных паковок. При текущем горячем ремонте печи, обычно через 150-200 плавок, заменяют рабочий ряд кладки стен. Замена свода производится через 150-200 плавок. Кладку свода производят хромомагнезитовым кирпичом. В отверстия в своде устанавливают водоохлаждаемые уплотняющие кольца. После выпуска очередной плавки производится заправка печи. Для заделки стали выпускного отверстия перед началом загрузки электроды выводят в верхнее положение. Свод приподнимают и отворачивают. Производится загрузка шифр. Свод устанавливается на печь. Опускаются электроды. Печь включается. Условно в 12 часов. Через полтора часа большая часть шифты расплавлена. Оставшиеся куски сталкиваются с откосом. Через два часа температура ванны достигла 1550 градусов. Плавление шифты закончилось. После перемешивания ванны отбирается проба. В печь присаживается железная руда. Начинается окислительный период плавки. С первым шлаком удаляется основное количество фосфора. Присаживается известь. По мере повышения температуры усиливается кипение ванны. Для ускорения выжигания углерода производится продувка ванны к кислородам. После удаления окислительного шлака ванну раскисляют, присаживая прокаленные ферромарганец и ферросилиций. В предварительно раскисленную ванну вводят, а для раскисления выделяются в шлаке, не загрязняя металл. Температура ванны 1600 градусов. Химический состав в норме. Перед выпуском плавки ковш разогревается газовой горелкой. Общая продолжительность плавки 4 часа. Металл выпускается в стопорный ковш. Масса плавки 35 тонн. Производится окончательное раскисление. На струю стали задают силикокальций. При этом содержание кремния повышается до заданного, 0,6%. Затем в ковш забрасывают чушки алюминия. Ковш передается на заливку. Термопара, установленная в ковше, подключается к самописцу. При достижении заданной температуры 1580 градусов, начинается заливка форм. Остающийся в ковше шлак сливается в шлаковню. При плавке в основных электропечах, в сравнении с мартеновской плавкой, достигается пониженное содержание кислорода, неметаллических включений, серы. Дальнейшее улучшение литейных и механических свойств стали может быть достигнуто при ее внепечной обработке. Камера установки циркуляционного вакуумирования имеет два патрубка. Всасывающий и сливной. Патрубки закрыты стальными чехлами. Камера, заполненная азотом, разогревается за счет тепла, излучаемого графитированным электродом. Ковш со сталью устанавливают под вакуум камеры. Включают вакуум насос. Начинается подача аргона во всасывающий патрубок. При опускании вакуум камеры, чехлы проходят слой шлака и растворяются в жидкой стали. Вакуум в камере постепенно повышается. Атмосферное давление поднимает сталь на высоту 1,4 метра. Поступающий аргон продолжает инжектировать все новые порции стали из ковша в вакуум камеру. Вакуумированная сталь по сливному патрубку стекает в ковш. Создается непрерывная циркуляция металла. Под влиянием вакуума возбуждается реакция раскисления стали углеродом. Выделяющиеся газы, окись углерода, азот, водород, непрерывно подаваемый аргон вспенивают сталь, поднятую в вакуум камеру. Наблюдение за процессом ведется с помощью телекамеры. За 5-8 минут до конца вакуумирования в сталь вводятся раскислители. В конце процесса отключается вакуум провод. В камеру вводится азот. Сталь сливается в ковш. Температура стали снизилась на 40-50 градусов. Однако жидкотекучесть стали вследствие уменьшения количества неметаллических включений улучшилась. Рассмотрим работу установки вакуумирования, совмещенного с глубоким обессериванием. Ковш с металлом устанавливают в индуктор. Ковш имеет цилиндрический кожух из немагнитной стали. На поверхность металла задаются известь и плавиковый шпат. Ковш с индуктором передается на позицию нагрева. При нагреве стали флюсы расплавляются. Формируется новый высокоосновный шлак. Токи, наводимые индуктором, обеспечивают перемешивание и равномерный прогрев ванны. Ковш передается на позицию вакуумирования. По мере повышения вакуума шлак, а затем верхние слои металла вспениваются. Контакт металла со шлаком увеличивается. При этом усиливается процесс обессеривания. Содержание кислорода в стали резко снижается. Соответственно, уменьшается вводимое количество раскислителей и содержание в стали неметаллических включений. Потеря температуры расплава компенсируется дополнительным подогревом. После этого ковш передается на заливку. При производстве мелких отливок из углеродистой стали, где допустимо несколько повышенное содержание серы и фосфора, обычно применяются кислые печи, емкостью обычно до 10 тонн. Печь выкладывают диносовым кирпичом, бадину набивают и заправляют кварцевым песком. Кислая электросталь дешевле основной. Длительность плавки сокращается на 30-40%. Выбор процесса плавки стали определяется маркой металла и требованиями, предъявляемыми к отливкам.